Они говорят, что... Внимание! Пять секунд, рассказывайте, маленькие минуты от битвы про борща. Да, борщ или суп с точки зрения вечности? Борщ отличался удивительным, насыщенным вкусом. Он варился в квартире номер 16 и других мастерских на Петроградке, а так и на водном канале на открытом воздухе. Число ингредиентов супа с точки зрения вечности входили в масло, а так и кисточки и холст. Борщ заполнял собой довольно небольшую кастрюлю. И одна кастрюлька еще чуть меньше. Наконец, совсем узнали всю такую кастрюльку. Ее содержимое стоило вообще смененовать даже борщиком. И повар, любое, с тем случился рецепт, смурлот хладной и в том супчике песенку. Кто может сравниться с модельдой моей? Кулинарная книга, обучающая приготовлению борща, имела белосинью обложку а-ля матроска. Одни полцы таким образом играли блюд дворов колодцев, а другие белыми ночами вели туда, где начинается джуаз, то есть на загородный проспект, в Филармонию. Там, по ликой научным данным, находится первый рай, который воронка в ад в месте, которое, дабы не переравнять тому, что не вынуждена обитательница кмически волосатой, взамен улицы Вязов. Наш борщ, конечно, все улыбнул и среди не варился, хотя на Варенисашов неподалеку его порой подавали, как и в других российских кафе города в целом. Поэтому однажды ознакомилась с искрыным блюдом в тельбургской кухне и соль земли, что охотилась за светом мира. Иначе, выражаясь, приправа, с одной стороны, искала тех, кто мог подсинуть ее достоинства, как украшения стола, а с другой необычное явление кулинарного искусства, что радует глаз. Неудивительно, что хлориду натрия полюбился прекрасный суп. «Вы единственный борщ, который мне нравится!» заявил алхимический элемент на сочнистом варьбе, что всегда находился в своей тарелке. И психоактивное вещество добавилось к нему, что пришлось к блюду по вкусу. После, вне вследствие этого, соль земли выступила с темой квартирой номер 16, а борщ делался еще привлекательнее, чем прежде, потому что минералголит, ставший новым ингредиентом, не только содержался с четвертарем воды от Балтийского моря, но содержал в себе в качестве кистанической решетки «Колесо фортуны». Ну, я хочу написать такие тексты про другие, у Михайловского у меня он и есть, он вам. «Мидвесть, который носит просветление, он на графике, на графике, на графике». Остальные присутствующие, более так, у меня пока нет, но это когда они появятся. Все будет точно позитивным. Критику я пишу только про сотрудников шавермы, которые не пускают ехать автобус, и про соседей, которые бухают. А про людей обычно не пишут, не плахула. Ала? Да. Критика. Ну, не знаю, у меня тут хозяйка, если все, где-то, 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 где-то.